Стремительный рост цен на основные продукты питания, такие как пшеница и рестительные масла, влечёт за собой расходы для потребителей во всём мире, особенно для самых бедных слоёв населения, заявил генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации объединённых наций Цюй-Дуньюй. Поскольку Российская Федерация и Украина являются важными игроками на мировом рынке продовольствия, на долю которых приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, 20% экспорта кукурузы и около 63% экспорта подсолнечного масла, война может серьёзно повлиять на продовольственную безопасность во всём мире. Вторжение России в Украину грозит ввергнуть палестинские территории в продовольственный кризис, поскольку война нарушает основные статьи экспорта и приводит к росту цен на такие основные продукты, как пшеница и растительное масло. В ГАЗе потребность в гуманитарной помощи, реконструкции и восстановлении остаётся острой. Из-за неспровоцированной агрессии президента Путина против Украины в ближайшие недели отсутствие продовольственной безопасности может ещё больше ухудшиться как в ГАЗе, так и на западном берегу Иордана, по мере роста цен на продукты питания, топливо и другие товары. Заместитель посла США в ООН Ричард Миллс. Надвигающийся кризис на палестинских территориях – лишь один из примеров того, как вторжение России в Украину перевернуло глобальную цепочку поставок продовольствия. Украина и Россия являются крупными экспортерами основных продуктов питания по всему миру, в том числе в развивающиеся страны, балансирующие на грани отсутствия продовольственной безопасности ещё до войны. Война в Украине уже изменила краткосрочные перспективы для стран Африки к югу от Сахары. Шок на мировых товарных рынках усилит инфляцию, ударит по наиболее уязвимым домохозяйствам региона, усугубит отсутствие продовольственной безопасности, повысит уровень бедности и, возможно, усилит социальную напряжённость. Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, также напомнило, что блокада черноморских портов грозит проблемами с продовольствием во многих странах мира. По оценкам ООН, более 1,7 миллиардам человек угрожают нищета и голод вследствие срыва системы производства продовольствия, вызванного Россией. РФ продолжает намеренно блокировать посевную в Украине, уничтожая сельскохозяйственную технику и нанося ракетные удары по всей стране. Требуем от России прекратить скрытое похищение зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства и разрешить проход торговых судов. Призываем международное сообщество усиливать экономические санкции против России, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и глобальный продовольственный кризис. Из заявления МИД Украины. Наиболее заметен в Европе дефицит подсолнечного масла, крупнейшим производителем которого является Украина. По данным Ассоциации Укрмаслопром, в портах Украины находятся миллионы тонн подсолнечного масла, а из всех перерабатывающих заводов, большинство которых остановились после начала войны, только шесть вособновили свою работу. Сейчас Украина пытается экспортировать подсолнечное масло, через западную границу, авто и железнодорожными цистернами, однако Европа не готова принимать грузы такими объемами, поскольку нет терминалов с нужными емкостями. Поэтому за 14 дней апреля Украина смогла экспортировать лишь 24 тысячи тонн масла, что в мирное время равно дневному объему производства. Елена Михайловская, специально для телевизионного марафона «Фридом», телеканала «Юэй». Академия. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...